Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Странными путями идет кулинарная мысль у меня. Вчера накатило ностальгическое желание поесть ливерной колбасы. В детском возрасте я ее очень любил. Понятно, что сейчас такую колбасу не найти. Поэтому открыл справочник колбасного технолога под редакцией Рогова, изучил техпроцесс, записал себе список ингредиентов и поехал в магазин. А вот в магазине, застыв перед мясными прилавками, разглядывая вот такие коробочки с куриной печеренью, я сердцами понял, что интереснее мне попробовать приготовить куриные колбаски. По тем же принципам, ну или по мотивам ливерной колбасы. То есть с печенкой, с яйцами, с луком. Так что купил я эту печенку вместе с сердцами, также куриную грудку и бедра куриные без кожи. И вот сегодня эксперимент. Честно осознаюсь, что в конце получится, понятия не имею. Приступим! Печенку надо все смотреть на предмет желчи. Не всегда она очищена хорошо, к сожалению. Нарежу средними кусочками. Печенку, в отличие от всего остального сырья, я не планирую измельчать в хлам. Ну а с бедрышками все просто. Надо снять мясо с костей. А куриную грудку просто нарежу кусками для мясорубки и все. В рецептуре ливерной колбасы по ГОСТу, кроме мясного сырья, присутствуют еще яйцо, лук, крахмал или мука, молоко. Я вот молоко добавлять не буду, а все остальное положу. Ну, конечно, не буду повторять точности пропорции господской колбасы на почти 2 килограмма мясного сырья. Но вот здесь у меня 1 килограмм 850 граммов. Уйдет одно яйцо. Ну, конечно, столик ингредиентов прочитайте в начале ролика. Решетку я выбрал самую мелкую из имеющихся. Теперь сюда отправляется обычная поваренная соль, яйцо, мука и смесь пряностей. Давно уже у меня лежит пакет ГОСТ номер 1 смесь. Спасибо Павлу, я в колбаске магазин. Значит, согласно справочнику Рогова, для колбасы ливерной высшего сорта используется либо такая смесь, либо набор пряностей, ну, в начале ролика прочитали. Что касается подготовки печени, надо ее бланшировать, так что заливаю кипятком. Ну, а теперь отбрасываю на дуршлаг. Понятия не имею, для чего такая подготовка печени требуется, специалисты объясните, если знаете. Фарш хорошенько вымешан, его нужно как можно быстрее набить в оболочку. Я, как видите, уже подготовился. Буду набивать при помощи вот этой вот железяки китайской. Для новичков на Канаре, если кому-то интересно, обзор этого агрегата я делал. Вот уголочек щелкните, восклицательный знак в кружочке, и смотрите, если интересно. Набивать буду в натуральную свиную череву. Она у меня замачивается уже пару часов в прохладной воде. Так как печенка фарша отправлялась теплой, его надо как можно скорее превратить в колбаски и подвергнуть, соответственно, тепловой обработке. До избежания развития ненужных бактерий в мясе. Перекручивать буду на манер испанской бутефары Коломбианы. Собственно, осталась тепловая обработка. Как именно ее проводить, без разницы. Можно в духовке, но обязательно с увлажнением и конвекцией. Можно в горячей воде. Я выбираю как раз второй вариант, потому что он быстрее. Опускаю почти кипяток. Он из-за колбасы остынет до нужных мне 80 градусов. И дальше при этой температуре нужно выдерживать. Колбаса будет готова, когда температура в центре каждого батончика поднимется до 70. После этого ее нужно быстро вынимать и быстро-быстро охлаждать. Можно в воде со льдом. Ждем. Наконец, самый приятный момент. Можно пробовать. Вот это у меня вареная колбаска. А здесь я вареную, ну и охлажденную затем, еще и поджарил. Вот только что. Для красоты. Ну и, надеюсь, для вкуса. Вам интересно, что получилось? Вот и мне. Очень. Очень. Просто отваренный, это вот еще отваренный и поджаренный слегка. Поджаренный чуть-чуть сильнее запах проявляется. Но по запаху она не похожа на ту ливерную колбасу, которую я помню из детства. Это какая-то более мягкая. Та все-таки более резкий аромат какой-то имела. Она печеночная. Вот эта печенка кусочком попадается на зубы. Это очень классно. Вкус тоже более мягкий, чем та колбаса, которая у меня вспоминается. Вспоминается. Так, сейчас поджаренную. По вкусу различий нет. На запах вот, да, слегка поджарен. Может, за счет того, что она более горячая, так вот, да, она пахнет сильнее. Да, очень классная колбаса получилась. Прям вот классная. Мне очень такая нравится. Ее можно рекомендовать как колбаски для детей, потому что вкус более мягкий, такой более привычный. Если, конечно, они у вас трескают в каком-то виде печенку, куриную, по крайней мере. Короче, вот такой эксперимент. На мой взгляд, он целиком полностью удал стаб. Это именно то, что мне хотелось. Я, наверное, еще буду экспериментировать на эту тему. Может быть, увеличу долю лука, может быть, добавлю немножко чеснока, может быть, увеличу долю пряностей. То есть, вот перцем, ну, или просто этой смесь немножко больше положу. Короче, это интересно. Готовьте. Напоминаю, по промокоду ФРЕСКО вы можете получить скидки вот на такие и на другие ножи Самура. Где пряности покупать, если вдруг не знаете, ссылочку я под видео размещу. Спасибо за компанию. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин